А Дмитрий, сын... Сын Михаил. Да, он живет в Твери, в том доме. Сестрой... Ну, конечно, Саша приезжает. Он, кстати, недавно получил майора. Вот, буквально на днях. Вы знаете, он такой, ну, добрый парень. Вот, мне просто повезло. Правда, добрый. Он вообще спокойный, никуда не лезет. Двое детей у него сейчас женился. Закончил в Питере. Он академия МВД. Вот. Ну, я с ним не так много жила. Годы, наверное, три были вместе. Ну, вот до поступления его в университет. Сколько им было лет? Тогда было двенадцать. Слушайте, или побольше. Это уже Михаила не было, да? Нет, у нас просто, когда все произошло... У Димы есть мама, все, да. Она живет в Твери. И когда все это случилось, я поднялась на третий этаж. И смотрю, ребенок сидит. Вот просто у меня... Такая тишина в этом кресле. И меня вот защемило все. Я говорю, Дим, я говорю... Выбирай, где ты будешь. Ну, как бы можешь к маме. Он говорит, теперь я здесь, типа, вот с вами. Я говорю, окей, без проблем. Так ребенок остался со мной. Ну, у меня... Ну, я просто вот... Это невозможно представить, когда ты заходишь. И сидит это одиночество. Ребенок в кресле. Просто меня вывернуло вообще всю. Вот до боли вот это все. Мне вот так стало жалко. Думаю, вообще кошмар, думаю, конечно. А себя? Да, я как-то тогда в шоке находилась в тот момент. Потому что... И мама... Ну, у меня вообще на тот момент вот... Я думала, что у меня вообще всей семьи не будет. Потому что началось вообще все с мамы моей. Первую, на кого напали, это была моя мама. Да. Которая приехала в гости. Да, вот слава богу. Она без сознания там. Да, да. Ну, они на нее напали, я увидела. А это просто преступники какие-то? Ну, да, зашли. Ну, дело уже раскрыто, слава богу. А что это такое? Я не знаю. Кто они были? Раскрыли. Ну, все наши местные. Там из Твери все это. Там была банда такая. А зачем они пришли в ваш дом? Вот это вообще было долго. Я не могла понять вообще, для чего это нужно было. Ну, человек там артист, живет семья. Ну, это какое-то ограбление или что? Нет, не ограбление. Просто хотели так вот как-то что-то доказать, напугать. Не знаю. Я вообще. История такая вообще. Долго я в этом жила. И наконец-таки, слава богу, все это раскрылось. Ему месяц только родился. Да, там. Марина первый класс. И Дима со мной. Вообще это было. И вы все в доме живы? Все. Мама, все. Мама приехала. Просто никто не знал, что у меня мама там будет находиться. Она у меня просто прилетела ко мне спонтанно. И никто не знал, что там еще будет человек. И все пошло не так, как должно было быть. Видимо, должна была быть только семья, им сказали. А тут еще и теща была. В общем. Тещу, которую я сама туда отправила. Иди, не ходи, говорю, к Зе Петровне в дом, ложись там. В общем. И вот так, собственно, с мамой началось. Ну, они, видимо, там уже были в этот период. В этот момент. Конечно. Да. Не дай это бог вообще пережить то, что я пережила вообще еще в таком возрасте. Не дай бог. Сколько? Двадцать шесть лет? Да, да. Двадцать шесть, как раз Саша родила. Что был такой страшный период в моей жизни. Сейчас уже столько лет прошло. Но все равно мы с мамой никогда вообще не обсуждаем этот день. Просто. Вот не было ни одного дня, чтобы мы сели что-то и начали с ней. Вот как-то вот так все, не знаю, было в начале, а потом все вообще. Угу. Ну, как-то этот такой момент вообще не совсем приятный.